Ну а мы сегодня продолжаем обсуждать тему счетчиков на воду. Накануне этому был посвящен эфир программы «После новостей». На наш СМС-сервис пришло множество вопросов. Их сегодня изучала Юлия Афанасьева. Она в студии. Юля, а если в квартире нет прибора учета, насколько тарифы для таких жильцов вырастут? Виктория, здравствуйте. На самом деле тарифы для таких жильцов вырастут в разы. Уже с 15-го года, с января, увеличится на 10% к ежеквартальному нормативу потребления. А с июля еще на 20%. И причем это не предел. Повторюсь, опять же, это для тех собственников, в чьих квартирах по-прежнему не стоят индивидуальные приборы учета на воду. Так, уже с января 2016 года для таких собственников цена вырастет на 40%. С июля на 50%. А с января 2017 года к ежеквартальному нормативу прибавится 60%. Цифры впечатляющие. Тем временем, из более чем 260 тысяч квартир счетчики стоят только у 45% красноярцев. Значит, большая половина до сих пор не поставили индивидуальные приборы учета. А между тем, в правительстве уверены, что счетчики как раз таки призваны экономить. Потому что по нормативу, например, для нашего края на одного человека, внимание, 176 литров горячей воды в сутки. И 250 литров холодной воды на человека. И вот тут здесь независимо, потребляете вы действительно этот объем или нет. Например, если у вас полдня не было дома, и вы пришли домой, выпили кружку чая, значит, что вы потребили 250 литров холодной воды. Ну, наверное, здесь, правда, будет выгоднее поставить счетчик. На этом пока все. Если у вас есть свои вопросы, вы присылайте их на номер 9020 с пометкой ТВК, пробел и ваш вопрос. В третьей части выпуска мы постараемся ответить на них. Виктория. А мы возвращаемся к теме счетчиков на воду. Вопросы телезрителей собирает Юлия Афанасьева. Она в студии. Юлия, что такое поверка приборов учета? Обязательно нужно ее проходить. Ну, Виктория, проходить поверку нужно всем собственникам жилья, в чьих квартирах установлены индивидуальные приборы учета. Поверка, ну, проще говоря, это та же проверка приборов, насколько они исправны, точные ли измерения. И занимается этим в центре стандартизации по улице, по адресу улица Вавилова, 1А, телефон 236-3080. Вот здесь у собственника предлагают на выбор, либо он может самостоятельно привести счетчик в центр стандартизации, либо же вызвать мастера на дом. Вот я сегодня, кстати, отмечу, что услуга эта в любом случае платная. Я вот сегодня звонила, узнавала, сколько нужно времени для того, чтобы мастер, например, приехал на дом. Мне сказали, что не раньше, чем через полтора месяца, потому что очередь расписана уже до второй половины декабря. Кстати, вот за один счетчик примерно придется, вот за выезд мастера придется также заплатить порядка 500 рублей. Ну, есть выбор, говорю, вы можете приехать в центр стандартизации сами, да, и привести счетчик. В течение суток, в течение дня даже вам его проверят, за это вы заплатите порядка 200 рублей за один прибор учета. И отмечу, что периодичность такой поверки на горячую воду, для счетчика на горячую воду каждые 4 года, а для счетчика на холодную каждые 6 лет. Ну вот если собственник не проходит поверку, то тогда показания счетчика не принимаются во внимание, и уже приходится платить по нормативу. И еще вот, пожалуй, на что стоит обратить внимание, при покупке прибора учета, проверьте документы, там должна быть дата, когда проводилась заводская поверка. Вот именно с этой даты идет отчет до следующей. Кто знает, может быть, в магазине прибор учета лежал год, два, а то и больше. Может быть, стоит отказаться от такого оборудования, приобрести иное. Ну, на этом пока все. Я повторю, вы можете присылать свои вопросы на номер 90-20, в начале с пометкой ТВК пробел, далее ваш вопрос. В ночном выпуске мы постараемся ответить на ваши вопросы.